Ольга Остроумова – звезда первой величины советского и российского театра и кино. Ещё она настоящая русская красавица. Но эти качества тускнеют, если не подкрепляются хорошим характером. Третий муж Валентин Гафт называл Ольгу святым человеком. Они были счастливы, но до идиллии пришлось пройти долгий тернистый путь. На момент бракосочетания Ольге было 49 лет, а Валентину – 60. Детство Ольги было прекрасным. Она из хорошей семьи. Три поколения мужчин здесь были священниками. Традицию нарушил отец Оли. Он стал учителем физики, но был поцерклённым человеком. В семье не было слепого поклонения иконам. Здесь царил дух любви, принятия и дружбы. Кроме Ольги, родители воспитывали двух дочерей и сына. В 10-летнем возрасте девочка впервые побывала на спектакле. С того времени твёрдо знала, что будет актрисой. После окончания школы в Бугуруслане поступила в ГИТИС. Жила в общежитии. Учёба давалась легко, помогали талант и трудолюбие. Первую порцию славы получила, будучи студенткой. Сыграла роль в фильме «Доживём до понедельника». Это был первый удачный шаг в карьере. Красавица запомнила зрителя. Заметили её и режиссёры. В профессиональном плане у неё всегда всё было хорошо. В личной жизни, казалось бы, тоже всё сложилось. Но сама Ольга знала другую правду. Её первым мужем стал сокурсник Бориса Набердыев. Их брак не продержался и трёх лет. Возможно, они были слишком молоды. После окончания вуза актриса стала работать в московском ТЮЗе. Здесь познакомилась с режиссёром Михаилом Левитиным. Любвеобильный мужчина не мог упустить такую красавицу. На тот момент он был женат. Развёлся. Сделал предложение остроумку. Они прожили вместе больше 20 лет. В 1975 году родилась дочь Ольга. А в 1983-м сын Михаил. Актрисе хотелось иметь такую же крепкую семью, как и у родителей. Но не сложилось. Михаил Левитин не считал измены чем-то зазорным. Интрижки для него были просто частью жизни. Ольгу он считал чересчур высокоморальной и слишком назидательной. Ей же хотелось искренности и чистоты в отношениях. В 1993 году Остроумова подала заявление на развод. Она не препятствовала встречам Левитина с детьми. Но актрисе было невносимо тяжело. Тогда ей казалось, что порядочных мужчин вообще не существует. Актриса признавалась, что был период, когда ей приходили в голову мысли о суициде. Спасали дети. О них нужно было заботиться. Бывший муж утешился быстро. Он не ушёл к последней пассии, ставшей причиной развода. Но нашёл новую даму сердца. Ольга тоже успокоилась и встретил свою настоящую любовь. Ею стал Валентин Гафт. Когда-то в далёком от 1979 году они вместе снимались в знаменитом гараже. Ольга покорила Гафта ещё с тех времён. А он был благодарен судьбе, которая свела их вместе. Двух уже не молодых, много испытавших людей. Дети Ольги приняли актёра не сразу. Но он сумел расположить их к себе. У Остроумовой было 24 года счастливой жизни с любимым мужем. Сейчас она вдовела. Но её греют тёплые воспоминания. В профессии актриса достигла всех мыслимых высот. К ней замечательно относятся зрители. Помнят её Женьку Камелькову, Василису и множество других ролей в кино и в театре. Когда-то она сыграла роль в фильме «Женщины», которым повезло. И можно сказать, что нашей героине повезло. Она состоялась везде. И остаётся всё такой же красавицы, солнечной улыбкой. Вы тоже так считаете? Пишите в комментариях. Благодарю за просмотр этого видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео о любимых героях. Субтитры сделал DimaTorzok